В ближайшие недели два строительных объекта в Нарьинмаре обретут полноправный статус многоквартирных жилых домов. 140 квартир практически готовы к тому, чтобы вскоре встретить своих первых хозяев. С подробностями Михаил Веселов. Близка к завершению неоправданно затянувшаяся история строительства этого 48-квартирного жилого дома номер 18 по улице Первомайской. Квартиры в этом доме для переселенцев из ветхого и аварийного жилфонда Нарьинмара по контракту с централизованным стройзаказчиком построила подрядная организация «Полюс жилстрой». Готовность дома к эксплуатации лично проверил временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Юрий Бездудный. Чтобы новоселье не было испорченным, важна каждая мелочь. Несмотря на то, что подрядчик запредельно нарушил сроки сдачи объекта, нареканий к качеству построенных квартир нет. Их планировка и техническое оснащение однозначно в числе лучших из ныне существующих в Нарьинмаре. Если действительно во всех квартирах такое качество, то это замечательно совершенно. Близок к заселению и новый дом по улице Пионерской. Его примечательная особенность – оснащенность квартир автономными системами отопления. На кухнях установлены газовые водогрейные котлы. Это, естественно, позволит сэкономить праты на оплату коммунальных услуг. Тема актуальна. Особенно с учетом того, что часть квартир предназначена для сирот. Интересно и то, что в квартирах на первом этаже полы с подогревом. Дом построила фирма «Новатор». Мастер Александр Талеев, уроженец поселка Нельбинос, с уверенностью утверждает, что компания, в которой он трудится, неукоснительно выполнит свои обязательства. В качестве положительного примера для всех строителей можно отметить и тот факт, что заранее и качественно благоустроена преддомовая территория, где, в частности, есть симпатичная игровая площадка. Она уже успела полюбиться детворей из соседних домов. Жизнь уже кипит на детской площадке. Дети ходили, спрашивали, когда будет установлена детская площадка. И наконец заждались. Как отметил в завершении инспекции, исполняющей обязанности руководителя департамента строительства, этот дом будет введен в эксплуатацию точно в срок, в соответствии с контрактом. В этом доме 72 квартиры. У нас два контракта государства на покупку 54-х под переселение и 10-ти квартир под сиротой. Еще 8 квартир останутся за подрядчиком. Если новатор предложит их выкупить округу, то, по словам Павла Масюкова, эти квартиры также можно будет распределить для улучшения жилищных условий детей-сирот. Михаил Веселов, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».